После прихода Александра Катушева к руководящей должности банно-прачечного отреста в его работе произошло множество изменений, но, к сожалению, не в лучшую сторону. Начало положили реформы, которые не одобрили ни сотрудники, ни постоянные клиенты. Общественные бани передали в частные руки, помещения стали сдавать в аренду. В банях продавали даже пиво, но это особой прибыли не принесло, предприятие стало должником. В 2018 году произошло повышение по закону МРОД, увеличение. Мы попали в финансовые трудности, которые как раз таки привели к подобным последствиям, о которых вы говорите, жалобы в трудовую инспекцию, в прокуратуру, в другие органы о том, что с периодичностью происходят задержки в заработной плате. На сегодня задержка есть, но она не критическая. Четыре дня. Этим словам меньше года. Уверенный и опытный руководитель за это время, казалось бы, в состоянии вытащить предприятие из долговой ямы и добиться того, чтобы сотрудники получали зарплату вовремя. За девять месяцев не удалось стабилизировать экономику предприятия, хотя, судя по всему, такой задачи Александр Катушев и не ставил. Долги по зарплатам достигли полутора миллиона рублей. Такая ситуация вынудила работников треста пойти на крайние меры. Мы, работники банно-прачного треста, объявили голодовку в связи с тем, что с мая месяца мы не получаем заработную плату. Сейчас нас отправили в отпуск. Кстати, только что были подписаны приказы у нас на глазах. Вон, все спрятались, офис переезжает. И заработную плату нам до сих пор не выплатили. Мы хотим, чтобы за нами сохранили рабочие места и выплатили нам положенные, честно, нами заработанные. Потому что среди нас находятся беременные, пенсионеры. Жить нам не на что. Мы с мая месяца уже это все терпели. Такой накал страстей для банно-прачного треста давно стал привычным. Причиной, по которой сейчас работники не могут получить заработанные деньги – огромные долги предприятия. Ситуация действительно сложная на предприятии. Она действительно сложная. Ситуация в чем? Нам администрация не выделила денег. Тут еще ситуация, помимо этого, у нас не рассчитывается арендатор с нами по 300 тысяч рублей в месяц. Идет судебный процесс. И никто никого не обвиняет, никто не говорит, что люди тут при чем-то. Сегодня пришли люди. Мы каждый день. Александр Николаевич находится сейчас. Он находится в комитете финансов. Он в администрации. Он просит деньги, что выделите. У нас документы от нас. Все сданы туда, в администрацию. В чем же секрет такой провальной стратегии руководителя? Совсем недавно Александр Катушев пополнил копилку штрафов, но уже не треста, а свою собственную. Его признали виновным в оскорблении подчиненных и заставили достать из кармана 10 тысяч рублей. В данный момент голодовка подчиненных продолжается. ЗАПТВ следит за развитием событий. Иван Тимофеев, Николай Шумков, ЗАПТВ.